Места мало меня интересует технология формирования шпалер у края навеса с южной стороны дома из абрикоса, персика, груши, винограда без обрезки. Или минимальная обрезка возможно. Климат у нас не сырой, зимой без резких перепадов. Самое низкое самое случится по ночам минус 20. О, Африка. Ну, смотрите. Места мало, вы хотите его... Ну, пока давайте этот вопрос. Я подготовил несколько фотографий для вас лично. Смотрите. Вот. Есть всевозможные типа кроны. Вот она ваза, вот она стена старого домика. Видите, вот. Это не об этом ли вы мечтали, да? Вот. Круговая пальмета, пирамида Кальделя. Господи, у меня так матерится охота. Вы знаете, вот эта пирамида из яблоня, она года не проживет, и пирамиды не будет. Это бесконечная обрезка. Вот заставить дурака молиться, это значит, что в данном случае не очень умный редактор взял и сказал художнику. Ну-ка, нарисуйте-ка. И вот это вот все нарисовано, потому что реально этого нет. Сейчас увидимся. И вот еще вот это вертикально. Это все варианты. Кордон, двухъярусные двухплечья горизонтальные. Казалось бы, как? Я должен был сказать, если бы я доверял этому журналу, а он давно у меня печен, как сидит. Я как возьму в руки, у меня давление скачет. Вот. А тем более, они меня один раз так подставили. Это устроили величайшую подлость в 2015 году. Величайшую, необыкновеннейшую. Вот. Я с ним рассчитаюсь. Знаете как, я сейчас презентация одного из наших ближайших вебинаров. Это будет выглядеть так. Я выбираю сотни перефотографированных, подчеркнутыми строчками страниц именно предсадиного хозяйства. Раньше я это делал, но как бы не называя источника. Вот. И вы увидите, один совет полезный, 10 смертельных. Вот. Страшная картина. Вот перед вами такой вот. Вы думаете, вот круг нарисовал художник, да? Уже на следующий год ее надо резать, резать. А ведь это вам не это самое, не акация. Это плодовое дерево. Резать, резать, а в стране бушует рак. Рак. Новая форма рака, так назовем. Ну, я так условно. Фантазия буйная, а потом люди хотят сэкономить время. Вот место, вот видите, вот это средний верх, это как раз чуть ли не ваш вариант, да? Вот это самый нижний. Вот. Смотрим следующее. Еще немножко дури добавили. Так. Это из кустарников делать деревья дурней не бывает. Вот. Пожалуйста, забор. А забор, допустим, и вот стена дома. Разница не принципиальная, но здесь надо... Вы видели ваше упоминание про обрезку? Как выглядит? А вот так выглядит. Минимальная обрезка возможна. Какая, к черту, минимальная? Вы будете резать всю оставшуюся жизнь. Абрикос при этом погубите 100%. Перси погубите 100%. Груши живучие могут выжить. Виноград? Ладно. Вот. Его каждый год и так режут. Так вот, не минимальная обрезка. Будете резать, резать и резать. Вот я понимаю маленький участок. Но это еще не все фотографии. Вот когда придумают вот такие вот... Как бы их назвать? Пальмета, что ли? Это касается только вьющихся дикоросов. Тогда это красиво. Видите, тут что-то внутри. То ли проход, заход. На Украине огромное количество, может даже миллионы украинцев. Я много видел. Они делали почти то же самое, только попроще. У них там с дровами и досками хуже, худо. Их фактически и нет. А делают металлические дуги. И вот так вот от самого калитки до дома делают вот такие вот. Но из винограда. Ну естественно виноград попроще. Даже на юге роскошный виноград может замерзнуть. Из такого винограда не очень съедобного, полукультурного делают специально. Но это же виноград, он живющийся. Вы замечали, да? Из культурных, пожалуй, только виноград и может это. Ну еще, хотя его назвать трудно культурным, это еще китайский лимонник. Все. А теперь смотрим сюда. Вот это вот что? Это я из интернета. Вот оно мощное дерево, посмотрите. Я это знаете как называю? Издевательством, подлостью и предательством. Кстати, яблок я не вижу. Я вижу распятое деревья. Это распятие, как на кресте почти, что вы представляете. Вот эту дурь. Невероятнейшая дурь. Уже этого не обязательно было делать. Уже можно было посадить близко к забору. Ведь не умерло же, да? Вот южная сторона близко. Ну и пусть себе растет. Ну где-то минимальное. Вы поменяли слово минимальное близко? Это когда вот сюда, на середку этой, как ее назвать, двора, лужайка, это не лужайка. Вот. Вы могли бы вот так вот подрезать, потому что яблони, они терпят обрезку. Но это-то пусть бы росло себе. Только не вот эта диодская форма. Потому что, чтобы я сделал здесь бесконечная обрезка, бесконечная. Поверьте мне, здесь секатором щелкали. Только вот на этом участке сотни, сотни раз. Тем более дерево это немаленькое, посмотрите. Сделали как бы геометрическую фигуру. Но это цена мученической жизни этой бедной несчастной яблони. Вот проникнитесь моим пониманием. Здорово будет. Так. Ну и что вам делать? Да вот то и делайте, раз уж места нет. Только еще раз говорю, свободный рост. Пусть себе растет. Сюда не пускайте, ладно уже. Можете ветки немножко отогнуть. Где-то отогнуть, где-то обрезать. Чтобы они не заслоняли место, вот это, для другого. Все. Следующий вопрос. Стоит ли покупать желтую вишню, как маточное дерево, для разведения питомники? Это очень важный вопрос для вас. Продавец заявляет, что ее птицы не склевывают. Важнейшая информация для нас. Можно ли привить ее на корневую поручь обычной вишни? Не кустарниковую, не войлочную. Ну, то есть там вы, видимо, в кочок нельзя привыкайте, конечно. Так, я понимаю, потом все равно будет инфицированный сорт. Вот слово инфицированный, это значит, что вы уже не новичок. И уже, я вот шесть фамилий назвал, да? Вы, может, будете седьмая, которой уже надо будет идти в институт со своими уже опытом. Он у вас будет. И уже применять новый термин от железа. Инфицированный. Спасибо вам. Я вам очень благодарен за то, что уже вот не вы первые применяете мои эти. Вот. Потом будут вас переспрашивать ученые, наверное, за что это такое инфицированное. Вот. Чисто желтая вишня не получится. А вы уже даже сильно хорошо меня изучили. Даже, по-моему, переучились. Так. Сажатся у нас дорогие, а гарантия никакой. Многие после посадки погибли. Ну, еще бы. Ну, дорогие саженцы, они даже в первую очередь погибли. Развести хочу несколько штук такой экзотики на продажу. Внимание, друзья, чтобы покрыть убытки. Давайте сначала теперь. Я пытался в этой жизни найти желтую вишню. Я не нашел ее живьем ни разу. Но я же не могу побывать в миллионах садов, да. Я залез в интернет, набрал желтая вишня. И все, что я видел. А вишня и черешня, это... Ну, это как отличить... Не только блондинку от брюнетки можно. А вот, если она желтая, да. Все желтые, вот, допустим. Вишня, черешня желтая. Очень распространенное явление. Вот. И может быть и желтая вишня есть. Все, что я вижу на фотографиях, набираю фото. Фото, желтая вишня. И эту фотографию черешня, и эту черешню, и эту черешню. И вот тут-то я цепляюсь за второе ваше предложение. Итак, смотрите. Допустим, желтая вишня существует. Чем вишня и черешня отличаются? Мы же люди простые. Мы этих академиев не кончали. Они отличаются тем, что вишня кислая, черешня сладкая. Я ничего не напутал. Наоборот, не бывает. Если вишня сладкая, значит, это черешня. Если черешня сладкая, что? Если кислая, то это уже не черешня. Это вас просто обманули. Итак, продавец заявляет, что ее птицы не склевывают. У меня птицы склевывают черешню сразу. Не дают даже наесться до отвала. Так хочется. Хорошо, когда не сразу начинают клевать. А тут же спасаю чем? Поклеванную. Косточку спасти. Это же мой хлеб. Дальше они когда склюют у меня всю черешню, она же первая. Вы еще так посмотрите. А то тут упоминали как-то. Вроде бы черешня и говорят сентябрь. Уже не верю. Но это другое письмо из старых. Вот. Вот, поспевает в сентябре. Если же продавец говорит в сентябре, значит что? Значит, вряд ли это уже черешня. Далее. Черешня, кстати... Ну ладно. Так, продавец заявляет, не склевывать. Птица не склевывает черешню. То есть, желтую вишню, значит она какая? Несъедобная птица. Помните мои фильмы? Главный дегустатор. Что из этого следует? Это значит, что вы можете ее нарезать, ветки привить на, как вы хотите, на порцию обычной вишни, вырастить, продать. Ну, потом ждите реакцию. Потому что продавец заявляет, что птицы не склевывают. Это хорошо. Вам хоть кости достанутся. Ну, если птицы побрезговали, я бы все-таки... Ну, как это продавец? Вот сейчас 21 век-то. Ну, пусть покажут фотографии. Я ведь когда ездил на последний раз на фестиваль, уже впервые, кстати. Я еще в Челябинск ездил, со мной были только диски с фотографиями. А когда я в Абакан ездил на фестиваль, со мной уже был ноутбук. Вот. Я мог показывать, что я там это... Продавал косточки. Я мог показать любую косточку, любое... С какого дерева? С конкретного дерева. А сейчас что? Продавец, который является перекупщиком у азиатов. Вот. Он вам что угодно заявит. Вам надо... Вы подойдете и скажете. Ой, мне бы надо, чтобы птицы не склевывают. Да, не склевывают. Ну, ладно. Вы меня, надеюсь, уже поняли. А я до сих пор не доверяю. Ну, почему-то не будет желтую череш, вишню. Вот. Ну, не знаю я. Ну, пока не попадалось. Отсюда и не доверие не вам, а продавцу вашему. Так. У нас в феврале внезапно наступила прививская погода. У нас тоже почки на вишне чуток набухли. Можно ли успеть делать прививкой, лучшей куплировкой? Конечно, можно. У вас где, если минус 20, вот я не догадался спросить. И вы не написали, откуда вы. Ну, вот это меня смущает. Это действительно, это где-то климат. Где же это может быть-то? Прибалтика. Украина, Белоруссия. Не знаю, чтобы такая была теплая по ночам, минус 20. Вот. Да, тогда вас уже можно прививать. Вот. Вы можете уже прививать. Вот. Чуток набухли, не беда. Можно ли успеть сделать прививку, лучшей куплировкой? Можно. Успеваете. Я рискнул, а сделал 10 таких прививок. На всякий случай, в среду, в конце февраля, ветки сортовой вишни для привоя положила в холодильник. До какого периода можно надеяться привить ветки под корузку? Тогда будет активное сокодвижение для подвое. Но ветки для привоя будут спящие. Ну, вот когда будет сокодвижение, достаньте с холодильника. Вы сами на этот вопрос ответили. Не тогда будет сокодвижение, а когда будет сокодвижение активное. Вот. Кора, вы же ходите под кору, кора будет хорошо отделяться на подвое. А эти достанете с холодильника, потому что набухли, не беда. Мне приходилось уже, есть такое понятие, зеленый конус. Поверьте, мне приходилось тогда же этот зеленый конус. То есть уже почки зеленели, а я еще плевал. Ничего. Если вовремя это все делается. Но не позже сокодвижения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok